МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аким Алматинской области провел прием граждан. Было бы счастье! Трагедия в родном селе Козлагаш обездолила, но воссоединила нашу семью, вспоминает Зайцевы. Что мешает Текили стать центром туризма? Мнение Акима. На прием с насущными проблемами. Аким Алматинской области Амандык Баталов провел прием граждан в стенах регионального филиала партии Нур-Отан. Более 10 жителей региона обратились к проблемами как личного, так и общественного характера. В последние годы все меньше вопросов личного характера задают пришедшие на прием граждане. Это показатель роста уровня жизни населения. Люди хотят и могут жить еще лучше. И для этого иногда к общественным проблемам необходимо привлечь внимание властей, считает Зарина Кумышева. Она просит помощи для целого дачного массива в Вилийском районе. Сейчас в населенном пункте близ села Житаген проживают более 10 тысяч человек. Однако на местах нет элементарных благ цивилизации. Дороги оставляют желать лучшего. Детям приходится ездить в школу в другое село. А главная проблема сельчан – отсутствие качественной питьевой воды. В нашем поселке проживают около 11 тысяч жителей. Из них около 300 – это ученики. И есть еще дошкольные. Нам нужна школа, нам нужна поликлиника. Почему? Потому что мы такие же граждане, как и другие. Опять-таки вернусь к такому вопросу, что мы осознавали, где мы покупали. Поэтому мы вас просим, пожалуйста. В этом году я все, которые с дачных поселков детей возят, всем сказал, бюджет заложения, покупаем новые автобусы. Всех детей будем возить. Пока везде, в каждом этом не можем школу построить. Все вопросы потихоньку решаются. Надо внести предложение еще. Все хорошо. Смотрите, пожалуйста. Такого нет, что вы что, обделенные люди или какие-то другие сорта люди, что ли. Вы, граждане Казахстана, просто живете там. Я поручение дам, запишите, чтобы по всем вот этим вопросам изучили и внесли предложение. И вплоть до вот этого заезд вы из поселка. Посодействовала Акимобласти в решении вопроса двух граждан Карасайского района. Индира и Руслан – воспитанники детского дома. Уже более 10 лет стоят в очереди на жилье. Но все еще не получили заветные крыши над головой. Остается проблемой для них и вопрос с трудоустройством. Акимобласти Амандык Баталов поручил в скором времени помочь ребятам и оказать им всю необходимую помощь. Вот я вот район поручен, да, как ветеринар, примите на работу, устройте на работу. Я лично поручен, да, хорошее хозяйство. Обеспечьте его жильем. Поняли, да? В каждом доме мы будем давать, каждый, где вводится жилье, будем 20% в сиропе давать. Большую часть населения волновали проблемы в сферах образования, здравоохранения и ЖКХ. Глава региона внимательно выслушал каждого и заверил, что все вопросы граждан будут решены. Амандык Баталов поручил Акимам районов и руководительному управлению разобраться в каждом отдельно взятом случае и доложиться в самые кратчайшие сроки. Азаджи Маханов, Жаслан Шинкенжи, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Десять лет. Ровно столько времени прошло с момента трагедии в селе Казлагаш. В результате прорыва плотины погибли 45 человек. Еще тысячи остались без дома и крова. Тогда весь Казахстан откликнулся на помощь пострадавшим и сопереживал трагедии. Общими усилиями село удалось восстановить за необычайно короткие сроки. Сегодня жизнь здесь бьет ключом. В памятный день село посетил Аким Алматинской области Амандык Баталов. Тогда, десять лет назад, он принимал непосредственное участие в спасении людей и ликвидации ЧАЭС. Казлавашский памятник – главное напоминание трагедии, произошедшей 11 марта 2010 года. Стелла символизирует горе, пережитые сельчанами в тот роковой день. На камне высечена мать, героически защищающая ребенка от волн. Именно отсюда начались памятные мероприятия, приуроченные десятилетию с момента трагедии. Воководство области и районов отложило цветы к мемориалу. Таким образом, собравшиеся почтили память погибших. Казлавашская трагедия до сих пор в моем сердце. Я хорошо помню то время. В один миг люди потеряли все, что имели. Я был тогда с казлавашцами от начала и до конца. Мы старались создавать для пострадавших все условия. По поручению Ельбасы нам было дано задание восстановить село в кратчайшие сроки. Я лично следил за ходом строительства села. Сегодня аул сильно изменился, расцвел и стал более красивым, чем было до наводнения. Десятилетие трагедии хотел бы пожелать всем хазлагашцам здоровья и мирного неба над головой. Я искренне желаю, чтобы такой трагедии никогда больше не происходило. Кроме того, почтили память погибших при наводнении обрядом жертвоприношения. Священнослужители помолились за покой умерших и за здравие живых. Мясо жертвенного животного раздали сельчанам. Во время наводнения мы застряли в бане недалеко от села. Зарядка телефона села. Вода была нам по пояс. Мы не знали, что делать. Слава богу, наша маленькая дочь не пострадала. Утром вода отошла, однако вокруг было болото из грязи. Пройти невозможно. Далеке мы увидели машину, которая двигалась в нашу сторону. Она чуть не утонула в грязи, но смогла выбраться. Как выяснилось, в этой машине сидел Амандык Баталов. Он спас нас. Благодарим его от всего сердца. Мы восхищаемся им. Он человек с золотым сердцем. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Вспоминая трагедию, жительница села Хзлагаш Людмила Зайцева. В один миг она лишилась всего. Дом, хозяйство, документы и прочее. Обездоленная и раздосадованная. Она не знала, что делать и куда идти. Благо, продлилась это недолго. Ажиотаж был, страх такой, что ничего не осталось. Как так? Может быть, и каждый, наверное, в то время думал, может быть, мой дом не тронуло. Так же и я думала. Может быть, мое что-то осталось, но ни хозяйство не осталось. Дом у нас стоял, но разрушенный был, разрушения были. С первого дня же как-то нас не оставили. Среди всего этого был один человек, который был, наверное, не только днем, но и ночью с нами, Амадык Габасович Баталов. Мы утром только выходили из палаток, он уже приезжал. Были разные собрания. К нему можно было зайти в любое время, подойти, высказать свою проблему. Не было бы счастья, да несчастье помогло. На момент трагедии Людмила была в разводе с мужем. Однако горе сплотило пару и вновь зажгла любовь в их сердцах. Он был со мною в этот сложный период, рассказывает Людмила. Тогда, будучи первым заместителем Акима области, Амандык Баталов пообещал супругам новый дом. При условии, что они сохранят семью. Во время всего этого у нас семейная такая получилась немножко неувязка. До того, как получить квартиру, мы были с супругом в разводе. Ну и здесь начиналось, то дадим квартиру, то не дадим, то, в общем, много проблем таких. И вот однажды он сказал, хорошо, все будет сделано. И мы пообещали, что мы поженимся обратно. Ну и вот спустя столько лет уже мы поженились почти сразу же обратно. Добавим, свой собственный парк появится у ходлагарцев уже в этом году. Его откроют на окраине села, возле одноименной реки. Сейчас разыгрывается тендер. Кроме того, к десятилетию трагедии власти района намерены разбить фруктовый сад. Вскоре здесь высадят 2500 саженцев, яблонь и груш. Дамир Анитов, Жаслан Шенкенже, Надир Хамзин, телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. Что мешает развитию туризма в Текили? Какой турпотенциал у моногорода? Этнотуризм – миф или реальность для городка, расположенного в отрогах Джунгарского Латал? Эти и другие вопросы поднимались в ходе совместного обсуждения между предпринимателями в сфере туризма и руководством моногорода. Аким Текили Бахтяр Унирбаев подчеркнул, что одним из главных направлений в развитии экономики города является туризм. Здесь функционирует семь гостиниц, два гостевых дома, санаторий-профилакторий Текили, база отдыха Бастал, центр детско-юношеского туризма и краеведения. Туристическую деятельность в городе осуществляют три туроператора. Также Текилийский колледж занимается подготовкой специалистов в области туризма. В свою очередь предприниматели сделали акцент на замечаниях в работе городской управы, указав на некачественные дороги, отсутствие субсидирования и слабую популяризацию текилийской сферы туризма. Бахтяр Унирбаев согласился с репликами и отметил, что по этим вопросам ведется неустанная работа. Теперь получается большинство? Да, я признаюсь, дойдет дорога. И мы каждый год заявляем. В этом году мы даже по улице Кунаева отсутствует элементарно тротуара. Люди ходят по проезжей части. Я уже третий год поднимаю. В этом году заявляли на 106 миллионов, разработали поезда. Мы сейчас на уточнение, вот мартовское уточнение опять заявили. Хотим, да, хотим сделать. Наша мечта – это восстановить узкую колею, создать историю города Текили. Это шахты, когда восьмая пуля уходила в Великую Отечественную войну. Но это же можно сделать, это восстановить шахты, сделать как музей. Поставить туда паровоз, который с шахты вывозил руду. Сделать поезд, туристический поезд, который будет от начала города до конца ехать по узкой колее вдоль гор, берез. Поезд по стопам истории, можно так назвать. Возможностей и потенциалов в Текили очень много. Главное, что нам нужна поддержка государства. Продолжение выпуска – другие интересные события. Оставайтесь с нами. Всем оставаться на своих местах. В связи с пандемией коронавируса в Казахстане отменены массовые мероприятия, а занятия студентов переходят в дистанционный режим. Кто сеет панику? В социальных сетях и мессенджерах пересылаются видео с ажиотажной закупкой продуктов питания и товаров первой необходимости. Как комментируют ситуацию компетентные органы? Ножки мои ножки, бегите по дорожке. Эндопротизирование можно сделать и бесплатно, в рамках господдержки. Коронавирус добрался и до звезд. Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом и теперь изолированы в госпитале австралийского города Голд Кост. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Пока не ясно, где и как пора заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени Чита оставалась в Сидне, откуда уехала в Голд Кост, лишь в начале этой недели. А в нашей стране из-за пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия. На брифинге службы центральных коммуникаций члены Кабмина рассказали, какие меры будут предприняты правительством в рамках профилактики ввоза коронавируса в Казахстан. Какие ограничения вводятся в стране, расскажет Азад Жумаханов. Любые массовые мероприятия, будь это выставка или концерты, по решению главы государства полностью отменены. Как известно, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезней, вызванной коронавирусом пандемией. По всему миру аннулируют авиарейсы между странами и закрывают границы. По ситуации на сегодняшний день коронавирус обнаружен в 115 странах мира. Казахстана в этом списке нет. Мы призываем всех наших, понятно, праздники, мероприятия, дни рождения, свадьбы, очень важную составляющую. Но каждый должен понимать, что это один из самых важных вопросов, это вопрос здоровья населения. Поэтому, кто намеревается сегодня проводить такие мероприятия, я думаю, надо, они должны хорошенько перед тем провести, хорошенько продумать в первую очередь. Особенно у нас любят проводить, там, с приглашением больших, там, количество гостей, да. Я думаю, максимально, максимально, я думаю, количество гостей надо сокращать. И мы вообще рекомендуем сегодня воздержаться от таких крупных мероприятий и перенести все эти мероприятия на более поздный срок, период, скажем, благополучия и так далее. Поэтому это вопрос непростой. В частности, в Казахстане каникулы школьников начнутся 16 марта и продлятся до 5 апреля. Вводится запрет экскурсий для школьников за пределы регионов. В то же время, в высших и среднеспециальных учебных заведениях Казахстана 16 марта вводится дистанционное обучение. Мы переносим сроки каникул с 21 на 16. В целом ничего не меняется. Если дальше эпидемиологическая ситуация будет складываться неблагополучно, то мы будем принимать решение по переходу на дистанционный формат обучения. То есть дистанционный формат обучения говорит о том, что здесь у нас занятия также проходят. Поэтому здесь дальше мы будем смотреть. Коронавирус бушует уже три месяца. И рынок выездного туризма ощущает падение спроса на туры. Страдают и авиакомпании. Однако эта мера необходима, заверили члены Кабмина. К тому же всем гражданам, купившим авиабилеты. Страны с высоким уровнем распространения вируса сделают определенные льготы на возврат и обмен билетов. По решению МВК по маршруту Нур-Султан-Дубай с 10 до 5, почти 50 процентов. Астана-Дубай с 14 до 6. И Нур-Султан-Абудави с 2 до 1 рейса будет сокращение. Эти авиакомпании по сокращению будут проинформированы сегодня. И этот процесс начнется 16 марта. Мы дадим возможность всем поменять билеты, сдать, поменять на поздние сроки. То есть вся возможность нашим гражданам, пассажирам будет возможность откорректировать свои поездки. Возвращаются в Казахстан и студенты, обучающиеся за рубежом. Сейчас в Китае, Южной Корее, Италии и Иране находятся около 1200 казахстанских студентов. Большая часть из них изъявили желание вернуться на малую родину. В странах первая категория 1176 студентов на сегодняшний день есть. Из них 19 студентов по программе «Балашак». Многие учебные заведения переходят на режим дистанционного обучения. Поэтому в плановом режиме данные студенты на сегодняшний день возвращаются. Те, которые хотят вернуться, возвращаются. Кто изъявляет желание? Кроме того, мы уже где-то месяц назад приняли решение по академической мобильности студентов. Тоже у нас есть такая программа. Студенты должны были выехать на один семестр для обучения за рубежом. Порядка 600 студентов. Мы тоже приняли решение приостановить данную программу. На более поздний срок перенесли начало этой программы. Принимаемые меры могут создать ажиотаж в продовольственных магазинах страны. Сейчас, по неофициальным данным, на полках магазинов уже нет товара в первой необходимости. Однако, эту новость вице-премьер назвал фейковой. У нас 19 видов социально значимых продуктов. Казахстан сегодня полностью по всем этим продукциям на полгода может полностью себя обеспечить. Сегодня никто, сложая руки, не сидят. Конкретно даны всем регионам, всем Акимам, областям. В этом вопросе, вопрос продовольственной безопасности, это вопрос номер один. Поэтому это вопрос сегодня на контроле. В стране принимаются все необходимые меры по недопущению случаев коронавируса. В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии. Подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах. Врачебный и среднемедицинский персонал. У нас ежедневно тесты проводятся и сейчас в работе тесты находятся. Но на данный момент таких результатов нет. Поэтому еще раз говорю, доверяйте официальной информации. Вся информация на каналах Министерства здравоохранения. Есть специально выделенный колл-центр, где можно получить всю полную информацию. И хочу добавить, также не забывайте об ответственности за распространение фейковой информации. Если вы не уверены, что эта информация не фейковая, просьба не распространять и соблюдать не только личную гигену, но и информационную гигену. Иначе могут быть последствия, если вы случайно распространите фейковую информацию. Об этом, я думаю, тоже все должны понимать. Отметим, сейчас по Казахстану не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией. Азадж Маханов, телеканал ЖТСУ при поддержке службы центральной коммуникации при президенте республики Казахстан. Сессия в дистанционном формате. В связи с реализацией превентивных мер в Казахстане, связанных с объявлением пандемии коронавирусной инфекции, 16 марта текущего года все учащиеся в высших и средних учебных заведениях страны переводятся в режим онлайн-обучения. Переходят на временную систему и ЖТСУский государственный университет имени Ильяса Жансугурова. К слову, в УЗИ с 2010 года уже практикуется программа SmartGTSU для проведения экзаменационной сессии в режиме онлайн. Общее количество студентов в УЗА порядка 5000. Каждый из них будет иметь возможность по индивидуальным логинам и паролям заходить на портал университета. Так, без отрыва от учебного процесса, они смогут изучать лекционный, практический лабораторный материал, выполнять контрольные задания и в онлайн-режиме отправлять работы преподавателям. В связи со сложившейся ситуацией ЖТСУский государственный университет готов оказывать образовательные услуги дистанционно. Мы собираемся перевести дневную форму обучения, то есть еще 3000 студентов, на дистанционные образовательные технологии. Программа SmartGTSU доступна из мобильного приложения. Весенние школьные каникулы в нынешнем году начнутся раньше, а закончатся позже. По поручению правительства страны дети уйдут отдыхать уже с 16 марта и до 5 апреля в связи с ситуацией коронавируса. Ранние каникулы были запланированы с 20 марта по 2 апреля. На сегодня в Алматинской области имеется 775 школ, в которых обучаются 410 тысяч детей. И несмотря на спешку перед отправкой на каникулы раньше запланированного срока, все экзамены и тесты преподаватели учебных заведений должны успеть провести до определенного правительством срока. В принципе, дети Сочи и Соры сдали уже, то есть сдают на этой неделе, потому что на последнюю неделю вообще по инструкции суммативное оценивание Сочи, они уже не ставятся, то есть там всего лишь 4 дня. То есть мы считаем, что такого ущерба, учебного процесса нет. Мировая ситуация с коронавирусом никак не повлияет на цены социально значимых продуктов Алматинской области. Избежать завышения и дефицита продуктов поможет региональный стабилизационный фонд, заявляют представители СПК ЖТСУ. В настоящее время в запасе фонда имеется порядка 2500 тонн продукции. Это мука, сахар, масло, макароны и овощи. Также с целью удержания цен государство всячески помогает товаропроизводителям ЖТСУ. Так, более чем с 50 пекарнями Алматинской области заключены агентские соглашения. За договоренности производители хлебобулочных изделий получают муку по заниженным ценам. Им было поставлено муки по 90 тенге за 1 килограмм, что позволяет им выпекать формовой хлеб на сумму не более 85 тенге за одну булку. В принципе, в настоящее время в пекарням области отгружено порядка 4000 тонн муки. Перебоев реализации социально значимых товаров нет. Товар имеется в достаточном количестве и оснований для беспокойствия нет. Продолжаем выпуск. Заменить изношенные суставы можно и даже бесплатно, хотя операция дорогостоящая. Для этого государство ежегодно выделяет достаточные финансовые средства. Государственные заказы выполняют и частные клиники. Одна из таких – Сунгкар. Травматологами и ортопедами этого медицинского центра ежегодно выполняется более 200 сложнейших операций по эндопротизированию. В отделении травматологии и ортопедии медицинского центра Сунгкар возглавляет кандидат медицинских наук, врач высшей категории Шалхар Амиргалиев. В эту больницу выпускник медицинской академии Кыргызстана прибыл ровно 10 лет назад. За это время опытный травматолог-ортопед вернул к обычному образу жизни более полутора тысяч человек с хромотой и искривлениями костей ног. Дорогостоящая операция стала доступной благодаря выделяемой квоте от государства. В медицинской компании Сунгкар с 2013 года проводим операции по квоте. В основном квоты выделяются у нас плановые госпитализации. При артрозах тазобедренных и коленных суставов мы проводим высокотехнологические медицинские услуги. Это эндопротизирование суставов, это замена изношенных суставов. По статистике коленных суставов больше. Это 1 к 4 по отношению к тазобедренным суставам. Мы в год проводим больше 200 операций именно по квоте. Любой врач стремится только к одному – здоровью пациента. Именно это доставляет сильные положительные эмоции в моральном отношении. Не это ли счастье, когда с твоей помощью у человека восстанавливается целостность кости и возвращается здоровье, говорит доктор Амиргалиев. Тем более сейчас есть все условия и качественные материалы. Эндопротезы искусственные суставы, они очень дорогостоящие. Мы в основном ставим американские протезы, которые уже всему миру известны. Физическая сила тоже нужна, но главное нужно – это умение. Мы его тоже ежегодно повышаем в своих квалификациях в лучших центрах Российской Федерации, Европы. Мы должны шагать вместе с наукой. В этот медицинский центр люди приезжают из разных уголков Казахстана. Его выбрал и Толик Курбанов, житель Алматинской области, и остался доволен работой врачей. Я много лет болел этим артрозом. Уколы, таблетки не помогали. Хорошо государство квоту дает. По квоте попал сюда в центр, в медицинский центр Сунгкар. Вот хорошая клиника. Мне здесь прооперировали. Условия здесь хорошие, уход хороший. Молодцы. С этого года медицинский центр расширил перечень на залоги. Это значит, что здесь будут оказывать все виды оперативного и консервативного лечения в условиях гарантированного объема медицинской помощи. У нас имеется 50 коек рассчитанных. Из них 6 реанимационных пола. Коек, получается, все наши врачи высоко специализированы. В основном проходят специализации за рубежом. Поэтому рейтинг Сунгкара в Казахстане очень, можно сказать, высокий. Один из лучших передовых клиник. Гульназ Мустафа, Габид Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ, город Алматы. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин